Азан.кз представляет Раздел Обязательное действие большого умовения Фарды гусля Автор привел большое умовение гусль после малого умовения вуду Тахарат, так как Всевышний Аллах упомянул в Священном Коране в таком порядке, в 6 аяте суры трапеза. А также из-за того, что в малом умовении человек нуждается чаще, чем в большом. Затем по причине обмывания частей тела при малом и всего тела при большом умовении. Во время совершения гусля является обязательным фарт 11 действий. После осквернения Джанаба, месячных Хайт и после родового кровотечения Нифаса. Все эти 11 действий возвращаются к одному. Омыть водой все места тела, которые возможны без затруднения. Ауаль гос люльфами. Первое. Намочить рот. Вымт рот. Сани аль анфи. И нос. Вассалис аль бадани. Третье. Тело. Маржатан. Все это нужно омыть один раз. Рот и нос являются фардами на основании стихада. Ученые нашего Масхаба сказали об обязательности омовения рта и носа, опираясь на слова Всевышнего. Уа ин кунтун джунубан фаттох гару. А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. То есть вымойте и намочите ваши тела. В тело входит как внешнее, так и внутреннее. Что мыть сложно и невозможно, то мыть не нужно. А рот и нос можно вымыть без труда. Тем более их омывают как во время поклонения, так и вне его. Также фардом, обязательным действием является намочить все тело. Уже было сказано о том, что является условием отсутствия на коже того, что мешает омовению, как тесто, воск и тому подобное. Но прощается оставшийся цвет от краски, которая осталась на ногтях и руках маляра. А также то, что под ногтями без разделения на городских и деревенских жителей. Если во рту между зубами будут кусочки еды или на зубе пломба, то считается, что вода намочила все и большое омовение действительно без сомнений. Касаемо омовения рта и носа, то нужно их омыть, эти органы, оба, как можно глубже. То есть набрать в рот как можно глубже воды, прополоскать рот глубоко. И также нос глубоко внутрь вдохнуть в воду. Робиа, да хрикульфатин, ля усра и фасхиа. Четвертое. Внутри кожи, под кожей, закрывающая головку мужского полового органа. Если нет затруднения в его раскрытии. Это касается тех, кому не было сделано обрезание. Хомис васурратин. Пятое. Внутри пупка. Если он имеет углубление. Так как омовение этого углубления не составляет трудности. Садис васукку бин гойрамон доммин. Шестое. Внутри раны, которая не закрылась, не срослась. Все это омывается по той причине, что намочить эти места нетрудно, не составляет труда. Сабиа, да хли макпури мин шаари рроджули, мутлякон. Ля дахля макпури шаари л марати, ин сароль мау фи усулиги. Седьмое. Внутри заплетенных волос мужчины во всех случаях. Но не внутри заплетенных волос женщины, если вода попадает на корни волос. Мужчина должен распустить волосы и вымыть их полностью, так как волосы не являются украшением для мужчины. Женщина же не обязана этого делать, ей достаточно намочить корни волос, без распускания коз и мытья волос полностью. Согласно хадису Атуму Саляма, да будет доволен ею Аллах, она спросила посланника. О посланник Аллаха, я женщина с длинными волосами, и я заплетаю их косу. Нужно ли мне расплетать волосы при совершении гусля от осквернения? Посланник Аллаха, да посланит Аллах и приветствует, сказал. Нет, тебе достаточно полить голову тремя пригоршнями воды, чтобы намочились корни волос. Затем полить остальное тело водой, и ты очистишься. Если же волосы покрыты чем-либо, или очень густые, и корни волос не намокают, то она обязана расплетать волосы. И нет необходимости мочить также локоны и косы. Самин башара толь лих яти валял кафи фатан. Восьмое, кожа под бородой, даже если будет густой. Обязательно нужно мочить и кожу под бородой, и саму бороду полностью, и не важно густая она или жидкая, то есть редкая. В отличие от малого омовения, где густую бороду достаточно смочить без омовения кожи под ней. Тася, бабашаратишшариби. Девятое, кожа под усами. Вальхаджиби. Десятое, и бровями. Вместе с волосами. Вместе с волосами усов и бровей. Хадиашар. Альфаджиль хоридж. Одиннадцатое, внешние половые губы. Так как они подобны рту в этом вопросе, но не внутри органа, так как это уже подобно горлу. А горло при большом омовении не омывается. Дорогие слушатели, в конце урока я хотел бы задать вам загадку, вопрос, касаемо темы сегодняшнего урока. Кто должен купить воду для очищения женщины от осквернения? Супруг или сама женщина? На этом мы с вами завершаем урок номер 17. Пишите свои ответы в комментариях. Вафигадали кодри кефая. Валлогу муафикли льгидая. Ассаляму алейкум. Варахматуллахи. 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 Дорогие братья и сестры. Дорогие слушатели. Дорогие слушатели.